итак здравствуйте если вы заметили в прошлом ролике были использования какие-то там эффекты наплыва на езда там и прочая хрень короче так вот это я использовал там большое разрешение две камеры и прочую фигню когда я начал выкладывать материал на настольный компьютер он сказал потом начал хелп орать короче потом вообще послал меня в сраку отказался работать недолго думая купил мак с маком все равно мотаться везде где ни по пути там европа африка зачем компьютер модернизировать вот его купил он отказался рендерить начал разбираться пока разбирался там много всяких квестов было там и и там не то и тут не так и мак новый вообще там я имею ввиду ось для меня позвонил моему товарищу дмитрию дмитрий занят по горло вообще что делать я же сказал но я же сказал что отвечают выложу ролик так вот дмитрий был занят товарищ мой ну хули в гугле черта лысого найдешь вот начал искать нашел позвонил вот в эту контору где вежливый молодой человек мне сказал сука оставайтесь на месте ваша проблема стоит там от трехсот пятидесяти рублей бригада по устранению геморроя уже в короче в пути я блин ну суперский 350 блин уже в пути ну бомба короче начал ждать прождал два часа позвонила короче демонесса с этого сайта отсрочила приезд мелкого демона ну еще на немного в итоге в итоге он приехал и приступил короче устранению моего геморроя на моем новоприобретенном короче маке спросил сколько стоит короче операция ну говорит от пяти тысяч хорошо ладно ну я сопоставил просто стоимость блин мака и стоимость ремонта соответственно готов был отдать чтобы вот вовремя выложить ролик сюда чтобы там да посмотрели все порадовались вот прокопавшись короче с умной мордой два часа он мне заполнил бумажку и объявил блять шестнадцать тысяч шестнадцать тысяч шестнадцать шестнадцать если вы пришли сюда то его не разберете или изначально ненормально блять общаться и обребать на борт и нахуй в лесу и высуим деньги то это блять не получится вопрос ну зачем психовать я не психую я так общаюсь когда блять я не стану погромче если все двери закрыты надо в печеньку снять я думаю я говорю еще раз пять тысяч я отдам шесть уже хуй отдам если это человек если это человек прикинь блять пришли блять нам поремонтировали компьютер блять шестнадцать старей я вот думаю может начал позвать нас так вот посему я в гостях у дмитрий сегодня который вам расскажет как избежать такого вот ну если геморроя избежать не смогли а вот геморроя в починке как избежать такого как избежать такого развода дмитрий вам слова спасибо уважаемые зрители все очень просто если хотите сберечь свои средства я в первую очередь никогда не пускайте на порог этих самозванцев первое что они делают размещают свой сайт на первых страницах рекламы это первое что вы найдете в яндексе по запросу компьютерная помощь переставить macos помочь восстановить macos как запустить если там что-то тормозит у вас все что ни было первые строчки яндекса гугла эта реклама все это не просто так везде самые дешевые цены цены как правильно заявил павел от 350 рублей вас первое что должно насти речь это слово от от и до бесконечности это может быть от 100 рублей от 50 и так далее никогда не связывайтесь с этими людьми если у вас безвыходной ситуации у вас нет знакомых друзей или срочно приспичило прямо сейчас что-то сделать все равно не связывайтесь с этими людьми любая компьютерная помощь снимет с вас последние трусы всегда цены от 5000 или от 350 рублей или от 100 рублей или максимум я вас сейчас сделаю счастливым человеком за 10 тысяч это обман счет будет состоять от 15 до 20 тысяч и выше и вы не сможете выгнать этого человека даже если вызвать и полицию он найдет кучу причин скажет что он здесь от организации у него есть бумаги с печатями все что угодно это куча геморроя при том что например упала насколько я знаю ситуация компьютер не ломался вообще человек пришел просто освободил ему ну немного места для того чтобы он мог смонтировать ролик 16000 за эти деньги он приобрел за меньшую диск в три в четыре в раза большего объема до геморрой не пропал сам по себе поэтому мой большой совет любая компьютерная помощь находящаяся в первых поисках яндекса или в первых любая компьютерная помощь это развод на деньги старайтесь избегать этого обращаясь друзьям знакомым но опять же каким-то проверенным людям там в конце концов через друзей через знакомых можете обратиться к павлу не знали с этим у сообщения хотите приезжайте ко мне всегда все помогу чем могу но ни в коем случае не вызывайте компьютерные помощи на дому вы решите своих кровных денег просто так ничего за это не получив я имел такую компанию я закрыл по той самой причине что менеджеры развалили людей дабы заработать денег они геометрически зависимы от того сколько денег они снимут столько они заработают 50 процентов например 30 процентов все по-разному берегите свои деньги и нервы и так да отлично подведем итог значит первое это самые первые сайты в поисковиках никогда нахуй 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 вот второе это чрезвычайно более вежливое обращение и низкая стоимость ремонта третье прибывший без очень вежливо вас слушает перечни работ оглашает вообще с очень неохотой с такой вот и всячески избегает окла глазки полной стоимости ремонта да павел здесь в ревью кстати заметьте что любой прибывший будет как правило молодой опрятный человек девушек там нету как правило и все что он сделает это он обязан предоставить вам подсунуть бумаги типа ознакомьтесь с перечнем наших услуг и подпишитесь это большая кипа бумаг где написано от 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 установка windows установка macos установка системы форматирование диска низко уровневая форматирование любимая фраза настройка bios а эфи обновление системы установка драйверов от 150 рублей это все делает автоматически сама система и бесплатно для вас она сама это делает но этот черт на самом деле придет и снимет вас последние кровные вас не останется ни обмыть не похмелиться до лишний повод задуматься стоит ли связываться с этим если носа вот еще раз если вам больше некому обратиться я не хочу рекламировать себя но вы можете в комментариях как угодно или в личных сообщениях обратиться написать приезжайте я нахожусь в москве я занимаюсь и полской техникой давно у меня есть выход на официальных дистрибьюторов прямые выходы я с радостью всегда пропонсультирую помогу чем могу бесплатно если это возможно если это не стоит с моей стороны никаких материальных затрат но старайтесь избегать и вызвав так называемых демонов демонов демона демон придет скажет что он вам доставит удовольствие за 350 рублей а на самом деле в конце это еще повезло что сам встреченному объявил слава богу не заплатил я пытался как-то его помочь но не до конца они с вас тянут последние штаны снимут все что можно иногда бывали случаи когда не знаю люди ходили в банкомат снимали последние деньги с карты даже кредиты настолько они умеют эмоционально контролировать людей поэтому да и вот и вот и извиняюсь опять же тоже перебью именно для этого именно для этого без прибывший без пытается сна и найти с вами точки прикосновения там в каких-то личных не скажу что интимных но опять же интимно житейские проблемы мы можем супруга общие интересы там если вы увлекаетесь собаками он скажет о да у меня тоже прекрасный пинчер он срет на газон но я за ним убираю наверняка это вы делаете тоже то есть он войдет в вашу ситуацию он самое страшное если он войдет в ваш дом до вашу квартиру это да ну опять же опять же все зависит от вас если он даже войдет его можно можно выгнать попробовать самое главное чтобы он не вошел в вашу душу чтобы вы с ним не сблизились как-то так вот на каких-то житейских цен на этом люди заработали деньги уже цыгане а может быть они есть состояние души поэтому старайтесь не пускать этих людей вообще на порог это как если вы помните когда ходили по квартире мы говорили о здравствуйте наша компания раздает бесплатно подарки дайте мы зайдем покажем какой вам подарок мы подарим а потом вы посмотрите что у нас еще есть в конце концов вам продавали может быть вам или вашим близком кучу непонятных товаров по непонятной цене и только потом на следующий день вы понимали что вы заплатили в три дорого то же самое это люди которые входят в вашу ситуацию ваше доверие объясняют вам вы надеетесь заплатить одну две три тысячи рублей может быть за все потому что ну там ничего серьезного а в итоге вам описывают счет как говорится дьявольский договор в котором будет прописано пятнадцать двадцать сорок восемьдесят тысяч рублей было такое и люди не знают как действовать человек присидел в гостях как говорится почти в поте лица два три часа четыре проработал что-то делал сказал ох если бы не я все было бы совсем плохо и вычувствовать себя ему обязанными ни в коем случае не впадать в эту ситуацию если не дай бог такое произошло звоните близким друзьям мы решим эту ситуацию в том чтобы изгнать его из вашей квартиры не сонно хлебавшие но ни в коем случае нельзя доставать кошелек и платить хоть сколько нибудь лишь бы он ушел это из разряда того что дать но не выгнать я не знаю нельзя не дать нельзя отказать люди заходят в квартиру и эмоционально владеют вашим сознанием вы считаете что вы ему обязаны не пускайте просто на порог если пустили не пускайте экзокомпьютер попросить его уйти дав хотя бы стакан воды но ни в коем случае не день если у вас не получится это сделать все таки все таки можете вызвать полицию ну как как вариант если вас не устраивает этот сервис вызывайте полицию не стесняйтесь да не вызывайте полицию можно дать ему побаловаться с вашим компьютером вот пусть он после осмотра составит конкретный перечень работ и конкретную стоимость за каждый пункт этого перечня и вы тогда уже определить павел это тоже вырежем потому что какой бы ни был пункт и перечень филькина грамота филькина бумага филькина печати с этими бумагами никому не обратишься ничего не докажешь и ничего назад человек поймёт главное не давать денег совсем это естественно это в конце это в конце людей гнать шею вот в общем не гуглите такую хуйту иначе вы точно вызваете демона демонов много демона на каждом шагу любая реклама которая есть на сайтах компьютерная помощь это демоны нет честной компьютерной помощи я ее не видел у меня была своя компания была своя фирма я ее разогнал потому что у меня работали демоны я пытался контролировать не получилось слишком жадные люди до денег поэтому считаю важным предостеречь вас от потери ваших финансов хорошей вам жизни удачных не знаю совершений во всем в творчестве рабочего компьютера но старайтесь избегать компьютерной помощи в любом ее названии не насилуйте себя и технику до встречи в следующих видео берегите берегите свое свое все свое